Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петров. И сегодня мы попрактикуем отбор проб молока индивидуально от каждой коровы на исследование таких показателей, как жир, белок, мочевина, а также соматические клетки. Важные показатели помогут нам сориентироваться в таких проблемах, как в кетозах, ацидозах и также в белковом обеспечивании животных. Ну а теперь Анатолий показывает нам непосредственный отбор проб молока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Жир, белок, лактоза, сухое вещество, сухой обезжиренный остаток молока, протеин и точка замерзания. Также есть графа с содержанием соматических клеток. Из этих показателей, так как мы есть ветеринары, мы можем узнать уровень кетоза, ацидоза и субклинического мастита. Определяем наличие ацидоза и кетоза. Для этого мы берем жир 3,77 в данном случае, делим его на протеин или тотал протеин. Делим его на 3,05. Наш показатель 1,2. Это означает, что... Ацидоз. Все, что ниже единицы, это ацидоз. Все, что выше 1,5, это кетоз. В данном случае у нас 1,2. Это означает, что наше животное в норме. Таким образом мы просчитываем всех коров и выводим среднее арифметическое число по стаду. Что касается соматических клеток, для этого мы берем все показатели, взбиваем в единое число и делим его на число исследуемых коров. И выводим среднее арифметическое. А также мы можем узнать уровень мочевины, а значит обеспечение животного белком. Для этого мы берем общий протеин 3,05. Отнимаем истинный протеин 2,8. Имеем число 0,25. У данного животного идеальный показатель по мочевине 25 миллиграмм. Допустимые нормы от 20 миллиграмм до 30 миллиграмм. Если же показатель ниже 20, это означает белковое голодание. Если выше 30 миллиграмм, это означает белковый переход у животных. Друзья, не забывайте проводить исследование молока. Следите за нашими видео, ставьте лайки и любите своих животных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok